воскрешалите и так приплыли мы наверwinter и пойдем сразу к дяде чё тянуть наш тип этот приемный папашка просил осколок принести сказал что нам что-то про него расскажут здравствуй юра ты все-таки смог это сделать ты видимо геда в омске и рад тебя видеть но чем могу помочь может хочешь расслабиться кружку другую выпивки чтобы отпраздновать конец дня а дядю мне завези дядя дункан да знакомая песня если ты здесь чтобы получить долг то знай дункан пьяный дурак у которого и двух медиков не сыщется ну я его племянник давай ну иногда тут в доках появляются разные странные типы и выспрашивают про все подряд да да я помню юра что ты в декабре только вернешься слушай но на западную гавань совершили нападение много людей погибло дейгун да значит время пришло да тебя постоянно преследовать напасть а ты не знаешь почему думаю дейгун рассказал меньше половины того что тебе нужно знать и отправил собирать свои вещи ты на него не обижайся со мной на это уже два раза проделывал и все ради благих целей думаю я смогу угадать кто ты и зачем пришел но лучше расскажи мне сам слушай ну осколок там бла 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 да правда да за все те годы правда правда я ничего нового не узнала правдивая правда и эти осколки все что осталось после той битвы у западной гавани дункан по моему ты говорил что этот осколок волшебный верно этот прохвост сент сказал что на осколке есть след чар но ничего важного в этом нет возможно это след огня демона или когда расскажи что за можно да уж велика важность поэтому сел ты столы протираешь а я здесь хозяин да осколки эти были магическими в них был след магии но установил это сент а он дурак да что об этом говорить этот осколок скорее дорог как память не более ты за этим такое путешествие проделал чтобы услышать о своей матери да я же говорил озвучка козырная слушай у меня есть другой осколок и он точно волшебный страшное колдовство ты принес его сюда в руинах откопал зачем надо было в прошлом копаться черт тебя забери смотри и слушай ничего хорошего в том чтобы ворошить прошлое нет особенно если в этом замешаны чернокнижники гулданы я слышал разные сказки а еще да и гун рассказал мне что случилось той ночью в западной гавани такой сент подзаборный маг которому каким-то чудом удалось открыть в доках свою лавку ну а это уже о многом говорит раз ему удалось начать свое дело только в самом поганом месте невр винтера у него все нормально еще и еще он все время когда тебя не мы с тобой уже общались вроде так что имя ему все рассказывал про себя и все же я ему доверяю а раз неподалеку от твоего заведения есть мак то никто особо хулиганить не отважится мы с дайгоном отнесли ему осколок еще тогда когда он жил в квартале торговцев так приятного как от него удача отвернулась осознавать что я тебя думает сделать это далеко только нашел какие-то слабые следы магии ведь он стримит ведь он действительно стримит юра ну теперь не умеет сила возможно теперь он сможет изучить его как следует вот я всегда его близко к телу держал зачем-то не хотел чтобы он из виду пропал все это вначале было ничем не примечательно но я думаю что когда-нибудь время все равно нам все покажет я давно еще отдал его сэнду на изучение но он ничего не обнаружил действительно надо еще и на стриме продублировать керченский мост в крыму в крыму отстраиваешься юра на самом деле алибарда говорит но между прочим алибарда урон звуком так что она может но попробовать стоит только не плати ему вперед вот что я тебе скажу вообще конечно лучше от этого не так не лень держаться по похоже я пришел как раз вовремя чтобы развить очередные клеветнические отказаны хозяина местной таверны скоро не будет уже времени я рад видеть что ты все еще достаточно трезв чтобы меня узнать но если учесть запахи не свежего пива уксуса пота не сбывшихся надежды не стирные туники думаю сегодня ты уже немного перебрал прям как у меня дома я чувствую что от твоего гостя исходит запах гавани он слабый но отчетливый я подозревал что дункан общается с людьми которые выше его и теперь вижу что был прав дункан ты мог бы кое-чему поучиться у своего гостя а ты все продаешь местным свои заклятия хорошей погоды по 2 медика за свиток да сент ты не проявляешь должного уважения после того что я для тебя сделал ты бы и две недели не протянул без моего слабительного я подумаю да да тебя бы похоронили в гробнице вместе с остальными изменниками невервинтера как предателя барной стойки но хватит а тебе и твоих бравых похождениях в стенах трактира я слышал как произнесли мое имя и как ни странно прозвучало оно так будто я могу вам помочь а это моя родня до семейного сходства явно не наблюдается а нам нужна твоя помощь с осколком не говори надеюсь ты не собираешься снова пытаться мне его продать потому что мне он больше не нужен да еще если мне не изменяет память ты говорил что этот кусок не пойми чего для тебя дорог как память что если оценить твое заведение вполне понятно кроме того разве этот твой дядя кузен брат или как его там разве он не удрал с другим осколком она не очень длинная остался только один осколок другой осколок снова оказался у орды андердака мы хотим чтобы ты еще раз взглянул на оба осколка только на этот раз как следует посмотри ну ладно давайте их сюда и посмотрим какие тайны нам откроют мои чуткие магические способности кия ну что ж похоже ему не нравится что его изучают сейчас все совсем не так как в тот раз ты уверен что это те же самые осколки тем не менее практически отдельная игра в них сила но ее больше чем было раньше гораздо больше значит теперь они стали волшебными маска предатель неполноценная по твоему игра там отдельная игра отдельный сюжет и с этими осколками все не так просто если мы не узнаем их историю то даже моих выдающихся навыков будет недостаточно чтобы раскрыть их тайну папа эльф мама человек да блин маска как отдельная игра вообще воспринимается со своим сюжетом персонажами и общее только то что они обе на dnd подстроены короче с делом пора заняться хорош трепаться ты прав извини что я тебя шарлатаном назвал сэнд я тоже не хотел подчеркивать твою чрезмерную тягу к выпивке ну маг нам пригодится еще а также длинный список твоих неудавшихся предприятий все это совершенно несущественно особенно когда мы должны разгадать тайну этих осколков ну если мы отнесем их к какому-нибудь другому магу что живет в городе то это ничего не даст пока мы не узнаем больше об их прошлом тебе нужен мудрец и нужно изучить их как можно быстрее чтобы чтобы так блин я понимаю что компанию оригинальную и они с нуля делали они насколько я помню седьмого резика подожди что ты имеешь ввиду под резиком оригинальную компанию они с нуля делали это понятно что ее дольше делать чем потом аддон уже на готовом переработанном движке и так далее сделать понятно что они быстрее скрипали и кто же знает эту историю и теперь он там как в ловушке стража закрыла квартал никто не заходит туда и не выходит нельзя передать сообщение исключение не делается даже для знатных людей которые там живут все это довольно жутковато значит нужно перепрыгнуть через стену огня я об этом слышал лорда далрона убили да я знаю лишь слухи но официально ничего не объявляли я тоже стража не просто отмалчивается они даже привлекли к расследованию магов из башни плащей а это значит что здесь замешано колдовство или демоны демоны мое самое близкое с ними знакомство это рассказы дейгуна на юге возле западной гавани когда там была заварушка с королем теней про мой режик который ножик я вообще ни в один резидент не играл я никак не посматриваю на него абсолютно все равно да кому нужны аргументы в конце до концов это для слабаков знаешь там есть один аргумент там не знаю вот лол для мужиков а дота для педи не для мужиков вот такая аргументация вполне достаточно в наше время я считаю просто хочу пасть в черное озеро когда у меня найдется свободное время разумеется мне придется их забрать постой может быть стража или тайный проход не такие уж плохие способы и тот и другой инспектор кормик сейчас стоит на посту городской стражи и я знаю что ему очень нужны новые стражники в доках кормик мы с ним говорили да я слышал он недавно вернулся в невервинтер удивительно как он уцелел известно как им пришлось стуга в форте локе поверь мне ты половину не знаешь кормик тоже жил в гавани а те кому удалось перейти топи друг другу очень близки возможно он возьмет тебя в стражу а уж потом ты и с алданоном сможешь поговорить стражу вступить а если не хочу туда вступать тогда тебе придется найти другой способ попасть в квартал черного озера а это значит что нужно кто так активно будет наладить связи с теми кто тоже пытается контролировать доки обязан попробовать на гейпаде да дункан вот это действительно достойная идея наверное это они стояли за тем что стража закрыла квартал черного озера обязательно попробую где мне найти ее людей у нее свои люди в каждом заковулке доков есть только нужно найти того кто согласится тебя к ней привести тут есть один тип калиб он все пытался заставить меня заплатить ему деньги за защиту пока я не сказал ему что наложил на здание защитные заклятия которые призывают сторожевых элементалей долгая история зато закончилась быстро калиб может быть но я не верю что эта портовая крыса будет вести себя честно цена за его услуги будет высока и ты заплатишь либо деньгами либо трупами он не любит когда кровь только на его руках а мне так доверять таким типом не стоит очевидно келгар ты еще не имел дела со стражей невервинтера возможно калиб лучшее что нам остается и все же есть шанс что если ты просто познакомишься с калибом то сразу захочешь его убить для меня тогда же лучше но если ты все-таки решишь с ним поговорить встань с подветренной стороны с подветренной слушай ну то есть мы либо в городскую стражу вступаем чтобы попасть в черный квартал либо к бандитам идем куда же нам пойти с нашим злым хаотичным мировоззрением ммм наверно пойдем калибу ну только если я сначала срежу их кошельки да уж куда лучше чем страже служить ну раз надо значит надо но мне это не нравится я уж лучше рукопашный буду рубиться чем из за угла бить ну где там этот ваш калиб калиб скорее всего отдыхает за углом конечно же стража к востоку вдоль большой дороги просто иди на запах если ты захочешь на него работать он наверняка тебя попросит кого-нибудь убить или покалечить так что имей в виду я отмечу оба этих места у тебя на карте чтобы ты не потерялся не сомневаюсь ты себе и здесь проблема найдешь ну а я вернусь к своей жизни одинокого торговца если тебе понадобится моя профессиональная помощь просто скажи а еще на всякий случай приготовь побольше золота ну пожалуйста можешь поговорить с калибом или кормиком кормик стоит на посту стражи рядом с дельфиньим мостом калиба можно найти вниз по улице к востоку вдоль большой дороги думаю когда в страже твой клинок увидят то сразу на тебя форму нацепят и отправят вразумлять местных хулиганов но если тебе нужно попасть в черное озеро то у калиба найдется куда более быстрый способ это сделать но если ты захочешь на него работать ну а пока ты здесь чувствуй себя как дома если хочешь можешь хранить в утонувшей фляге свое снаряжение и отдыхать конечно разумеется твои друзья мои друзья они тоже могут тут оставаться даже если ты отправишься без них в какое-нибудь путешествие например в такое которое привело тебя сюда если они не путешествуют с тобой то могут считать мою таверну своим домом так ты и найдешь их без труда когда они тебе понадобятся хорошая мысль я слушаю я слушаю я слушаю друиджу как только найдем кого-нибудь как только найдем кого-нибудь еще стражу мы конечно же не пойдем стража для этих для татемистов сложно да да вроде не особенно ну пока то возьмем конечно пока у нас и вариантов нет но дружить мы с ней не будем да сразу отстроенной не надо мусор по всей карте собирать с одной стороны удобно а с другой стороны как то вроде и привыкаешь уже это самая санчуаря сколько раз его отстраивал это самая санчуаря раза четыре наверное или пять пойдем к эльфу сходим посмотрим что он нам предлагает процентов игры уже пройдено процентов пять ну вот прям точно процентов пять так пройдено какой лол тридцать ты что о рад видеть тебя снова и чем я могу 15 лет от силы второй стрим всего по на вероинтеру показывай что есть тысячи столбиков то восьмой левел со старта ну да я все какой-то пытался макрос найти который бы сразу разбирал санчуари его старом виде чтобы сделать сразу с нуля новый не нашел в итоге так и пришлось страдать каждый раз разбирать вручную и собирать вручную перчатки мастера алхимия изготовления предметов доспехов и ловушек плюс три вот такие перчатки нам пригодятся только там есть перчатки крутого крутого мастера которые плюс шесть дают соответственно мы сможем очень скоро выйти и возможность крафтить всякие крутые штуки броня нас интересует из мифрила в игры да жаль что я не прошел определение заклинания плюс три окей ну это мусор сапоги акробатики акробатика плюс восемь довольно неплохо кстати билет природной защиты плюс два тоже норм кольцо защиты плюс два к классу отклонения кольцо защиты плюс два это стоит правда дорого очень дорого запил слабак крафтом не увлекался зря знание плюс пять но это нам не нужно ожерелье огненных шаров пять зарядов огненный шар два заряда использования бриллиант древняя доска железный слиток кузнечный молот пульца артуть сапфир холодного холодного алхимического серебра с тупкой пестик чеснок ага ага все не то все не то перчатки нам пригодятся как только так сразу но пока еще не время пока еще не время надо вспомнить где найти перчатки великого мастера чтоб плюс шесть прям сразу хочу себе мифриловый полный доспех сделать и кстати где все мои почему не сам они пошли а и там перевести налево это значит просто кикнуть и спать да точно 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 все сюда эври ван гитинки большинство случаев можно найти или купить эти крутые шмотки но с крафтом ты гарантированно получишь в определенный момент тот же мифриловый доспех фул плейт который очень не нужен бородатый мужик калеб и этот стражник так меня испугался что просто развернулся и ушел видели бы лицо того торговца когда он понял что помощи ждать ему неоткуда говорю тебе калеб мы здесь главные стражи либо трусы либо жадные трусы которые не равнодушны к нашим монетам ты ищешь неприятности лучше иди отсюда пока тебя ноги не сломал слушай мне скажешь что ты можешь провести меня в квартал черного озера да значит тебя обманули давай проваливай запугивание расскажи мне то что я хочу узнать или сам со сломанными ногами ползать будешь неудача ты что думаешь я совсем дурак если бы я тебя привел к тем кого знаю и вы меня убили на месте блин качаешь качаешь это запугивание оно не работает не фармил так саныч фарми начало сезона лол ты должен сейчас фармить так что всех там обойти а потом дней через десять когда гонки с фармом закончатся и мы будем играть во всякие крутые штуки вот в общем сейчас нужно фармить нужно фармить может я для меня хотя бы работа найдется ну если честно сегодня мне что то и правда работать неохота да найдется у меня для тебя занятие есть тут один лавочник хаги нам зовут похоже он не понимает что в этой части доков я главный от него одни трудности он отказывается платить мне деньги которые задолжал за эту неделю и что ты от меня хочешь я хочу чтобы ты сломал ему руки его нужно проучить и заплатить он все равно не сможет даже если у него будут руки сломаны а заплатить он все равно сможет даже если у него будут руки сломаны окей разберись с хаги нам потом мы поговорим о том как я могу тебе помочь с твоим делом не думай меня обокрасть у меня везде глаза и уши есть только попробуй меня кинуть и я тебя найду слушай только не пытайся меня запугать ты плохо начинаешь просто разберись с хаги нам а уж потом мы выясним кто тут круче да лол что тут выяснять то что тут выяснять и фриловые доспехи в игре конечно есть скорее всего ты их не видел никогда потому что крафтом не увлекался в продаже по моему их нет их нужно только делать вот второго значит второго второй наверняка выше 90 докачается я прям чувствую это блин как я рад что смог аккаунт восстановить еще и к стиму его привязать так рад так рад давай показывай броник 17к великий дуб плюс 2 так плюс 2 и плюс что за трэш что за трэш за 17к доспех комфорта тяжелая доспехи а вот тяжелая доспехи то да я не умею лечение плюс 2 снижение веса 20% металл железа по моему они нельзя их не найти ну не помню точно не помню точно а что что плохого в том чтобы быть гопником скоро узнаем вот такой латный доспех можно сделать из мифрила и он будет считаться средним а не тяжелым а я не умею таскать тяжелые доспехи умеют только средние а фул плейт хотелось бы маска убеждения дипломатия концентрация харизма а где маска запугивания где моя маска запугивания нагрудник плюс 1 наборный доспех плюс 1 6 гному кстати можно наверно что-нибудь да тебе то что тут 5 2 да 5 2 здесь 6 1 слушая фул плейт а фул плейт 8 1 вот кстати фул плейт можно гнома просто купить даже обычный даже не улучшенный с того и щит стеганый тэйский обруч концентрация интеллект спас броски все плюс 1 удача бенза мусор а больше ничего и нет да только фул плейт а полулаты что там делают 7 7 0 8 давайте гнома возьмем фул плейт самый обычный 19 с 2 армора кольчугу продадим тут же все равно да кем продавать то есть у меня типа самый высокий навык оценки соответственно я продаю и да пойдет киргарби щита потому что с двуручным мечом зачем ему щит с двуручным мечом мы не будем защищаться мы будем ломать лица мы будем убивать раньше чем ммм чем убьют нас же есть же два варианта игры либо ты убиваешь быстро либо тебя убивают быстро гупники гупники но есть вариант еще конечно терпеть со щитом вот такое мы будем делать ставку на быстрое убийство оружейник либо либо один весь урон цель но это скучно скучно лучше когда все убивают лучше когда все быстро убивают по старикам он разобменялся воспоминаниями о перестроечном детстве клеймомент бензин слушай баблок ты просто не упадал на те стримы где мы вспоминали про это много было таких стримов вспоминали детство и как оно было то тогда где скорости надо продавать все хилки только оставить более менее вменяемые у нас такое не редкость святая вода что дела святая вода святая вода святая вода а носит 2d4 очков урона нежити склятка с кислотой алхимический огонь это просто забавное оружие 1d4 урона огнем ну птички наверное пригодятся еще поднять нежить исцеление слушайте нам кстати не нужно добрый вечер так аж армор щит не так уж и профитен да не он нормально на самом деле заходит там щит может дать почти столько же армора сколько и броня что довольно круто да ну ничего еще как нибудь попадешь на ностальгические стримы вот эти все свитки может выучить скажите скажите так и я скажу магию свитков может волшебник изучать то есть мы можем эти свитки отдать сэнду он выучит эти из полы то есть продавать то их пожалуй все таки не стоит а вот это вот продадим всякие палицы моргенштерн уайта парирование плюс 3 нет это мусор это мусор мы его продадим костяной феникс костяной феникс еще куда не шло 1 до 6 огнем буря плюс 1 1 до 4 тоже продадим не нужен коса копье да продать копье плюс 1 у меня явно получше пушка бельный меч рапиру продам жезл мороза луч холода первого уровня она нет слишком уже слабо 100 грамм рыбы я как то я рассказывал историю про своего котенка удержать монстра мы это все таки тоже продадим он у меня много всего умел делать палочку молнии пожалуй оставим костяной феникс пусть поваляется сабля продать ядра и стрелы забьем слоты остальным пусть будут вдруг пригодятся мантия резисток огнем точно пригодится доспеха шкур плюс 1 продать перекипетчатки концентрации пригодятся молит изгнания нежити бонусные навыки дополнительное изгнание только для добрых нейтральных и бла 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 но такое себе на самом то деле молит помощь и помощь один заряд продать и боссы когда будут боссы ну как только до них доберемся как только доберемся так сразу будут боссы но пока еще не время всеобщее исцеление серьезных ран да там массовый хил а здесь солнечный луч ну его нафиг тысячи голды профитнее а барабан это что делают вызвать страх поднять а нет продам дневник обрывок пергамента что нормально да пойдет пуск за одну голду дубина плюс один купить так сюда шарики вручный меч продать тяжелый щит плюс один но мы все равно будем бегать с двуручником нам уже фокус там двуручным мечей взят 1d8 и 1d4 заправить его нишки дать кстати ух ух я так нагружена что даже двигаться не могу да ладно тебе все за мной боевой серп продадим перчатки желтые розы еще пригодятся в хозяйстве сердце чудовище божественный свет пусть поваляется до поры до времени да а ну да ты не умеешь им пользоваться тогда мы его продадим и трапы продадим бабло нам больше пригодится фальшив плюс один клепанный кожаный заспект за ноль чё это? чё это за ноль то? кота на плюс один но пока некому давать кота на может потом следуйте за мной и постарайтесь не отставать может быть потом так а что ты предлагаешь алибарда боевая палец плюс один плюс один болт булава буля дворфийский топор меч дубина дуга раскола бонус урон электричества законодатель полуторный меч 1д10 19-20 камакатана слушайте я бы взял кривую саблю кривая сабля здесь лук двора эльфов 1д8 бонус к атаке 3 модификатор силы стрелка не более указанного значения добавляется корона плюс 3 нормальный лук только у нас лучников нет и скорее всего не будет 1д8 бонус корону звуком метательный топор моргенштерн так это это я сам ему продал дворочный топор слепота дворочный топор который может навешивать слепоту катана всегда сильно нужно для начала обучиться владению экзотическим оружием а потом уже можно брать катану потом уже можно думать о катане пока не время пока никто не умеет фальшон рубящий большое фальшон кстати интересное оружие у него довольно неплохой шанс на крит может быть я с фальшоном по итогу побегаю он конечно меньше дамажит чем дворочный меч но шанс крита у него неплохой так ну что лавка хагина лавка сэнда скорее всего я еще не брал ничем специализации так что мне все равно с чем бегать лишь бы побольше и по дворучнее потяжелее тяжесть это надежно как известно переломаем руки и И нормально. Да, если не указан диапазон, то крит только при броске в 20. Так, я ж не умею пользоваться, понимаешь? Я не умею пользоваться этой самой катаной. У меня нет перка свободного, чтобы взять катаны. Нишка пошла беспалевно вскрывать всё, пока я разговариваю. Мышка? Ну, периодически так её и держу. А что? Так и играю. Взяла, короче, скрыла. Никто не обращает внимания, ладно. Рада встрече. Я могу тебе чем-то помочь? Я пришёл поговорить с Хагеном. Это мой отец. Можно узнать, о чём ты хочешь с ним поговорить? Возможно, я смогу помочь. Твой отец нам кое-что задолжал. Я хочу забрать долг. Тебя послал Калеб, да? Нужно было сразу догадаться. Такие, как ты, не могут оценить труд честных ремесленников. Мой отец уже дал свой ответ. Мы больше не будем платить вам за защиту. Слушай, ответ неправильный. Приведи отца, не то я его сюда сам вытащу. Всё, пришёл. Учись. Может, и наобучусь. А может, и с фальшионом побегаю. Ты этого не сделаешь. Я умею драться. Я тебе помешаю. Хватит. Я здесь. Я говорю тебе, что Калеб больше от меня денег не получит. Слушай, а у тебя удивительные товары. Я впечатлён. Оценка. Да, все мои товары превосходного качества. Среди моих постоянных покупателей есть даже знатные люди. Решение открыть лавку в доках оказалось верным. Обычно я получаю самые первые поставки, что сюда привозят. Бейк всех. Так там нужно дело выполнить. Понимаешь? Если убить сразу того, кто приносит ей деньги, сложно жить после этого. Демерскую вазу. Такой хрупкий товар, по крайней мере, на вид. Успех запугивания. Не надо, пожалуйста. Я за эти вещи очень хорошо заплатил. Ну, практически вазу и пришлось разбить. Если хоть одна из них погибнет, то я много потеряю. Разбить вазу. Жалко будет, если с твоей лавкой что-то случится, правда? Калеб не посмеет. У меня есть знатные друзья. Запугивание всякое бывает. Калеб пытается тебе помочь, но если ты не оплатишь его услуги, то он ничего делать не будет. Я бы сообщил городской страже. И его бы арестовали. Уверен, попробуешь, но толку из этого выйдет немного, если твой дом будет разрушен. Я... Я тебя понял. Хорошо, я буду платить Калебу за защиту. Ну, сразу бы так. Что? Отец, ну ты видел вообще? Отец, ты не можешь подчиниться требованиям этих вымогателей? Сопротивляемся им до последнего. Вы двое можете поспорить об этом после моего ухода. А теперь давай. Shut up and give my money. Да-да, вот оплата. Теперь прошу тебя, уходи. Мне нужно поговорить с рисой. Ну, ваза, видимо, очень цена для всех. Во всех вселенных ваза это... Предмет первой необходимости в лавке. Слушай, может поторгуем, а? Может поторгуем? Нет? Не хочешь торговать? В фильмах ваза бьет. Ну так. Старинные обычные, китайские вазы бьют. Это ваза второй династии. Минь. Не смей ее трогать, ублюдок, мать твою. Я сделаю все, что ты хочешь. Так обычно бывает. Все, пойдем к Калебу. Расскажем, какие мы клевые. Правда, руки не переломали. Ну, что поделать? Что поделать? Жизнь, боль. Не дали переломать руки. Не думай, что я тебе не доверяю, но когда ты отправился поговорить с Хагеном, то я послал своих людей приглядеть за тобой. Ты хорошо справился. А еще мне понравилось, как ты заставил его молить о пощаде. Теперь он два раза подумает, прежде чем снова попытаться слезть с крючка. Ну, давай, настала твоя очередь меня выручать. Всему свое время. Начинать нужно с малого. Доверием заручиться. Вот, это твоя доля из денег Хагена. 300 голды. Ну, ну, ну. Вот он. Кто он? А, стража пришла. Это он у меня деньги забрал. Ах ты. Так странно, отслышать не в мой адрес. Говорит Нишка. Только дай время. Скоро из-за нас примутся. Ну что, Калеб, ты себе новую собачку завел, которая за тебя грязную работу делает? Ничего. На этот раз тебе не отвертеться. У меня даже свидетель есть. Ага, неплохая попытка. Только меня там не было. И ты это знаешь. А вот Хаген другое говорит. Он утверждает, что ты в течение нескольких недель пытался заставить его тебе заплатить. И, наконец, послал забрать золото вот этого своего нового дружка. Плевать мне, что там Хаген болтает. Меня там не было. Да, надо было все-таки переломать. Дипломатия взятка. Хаген, ты точно ничего не перепутал? Жалко будет, если ты ошибся. И с тобой потом что-нибудь случится. Неудачи. Нет уж, не выйдет. Да, блин. Качаешь, качаешь. Это запугивание. Но последний раз ты мне угрожал. Стражники, я хочу, чтобы вы их арестовали. Я готов заплатить любые деньги, чтобы наградить вас за ваш труд. Ну, думаю, допросить их не помешает. Прояснить ситуацию, так сказать. Парни, арестовать их всех. Мы без боя не сдадимся. Пора напомнить стражам, что бывает, если они начинают нам мешать. Kill them all. Смотрим, из чего они сделаны. Главное забежать в самое пекло и... Вот тебе. Вот тебе. Right click to win. Вот тебе. Боже, там кабан просто призванный. Больше, чем вся городская стража вместе взятая. Совсем лютый этот кабан. С запугиванием. Ну что, ну ничего. Рано или поздно оно сработает. В ответственный момент. Эй, молодчина, спасибо, что вытащил нас с этой передряги. Давай, проводи уже меня в Черное озеро. Слушай, мне нужно залечь на дно, так что я тебе помочь не смогу. Не хочу давать стражу новый повод меня арестовать. Впрочем, Муару-то не понравится. Это значит, что денег больше не будет. Какое-то отношение имеет ко мне. Слушай, Муар будет недовольна, что я прилег к себе столько внимания. Можешь за меня с ней поговорить? Ну, знаешь, все и объяснить. Хорошо, где мне найти? Она живет с север отсюда и к востоку от башни плащей. Давайте отмечу, как туда добраться. Поговори с Муару, объясни, что я не виноват. Возможно, если ты батрешься к ней в доверие, то она для тебя что-нибудь сделает. А у меня все развели. Первый не сдержал обещания, а второй тоже не сдержал обещания. Что за люди пошли? Никому нельзя доверять. Остается только действительно килл им ол. Опять плотва. Когда ты уже приедешь, плотва? Сколько можно? А в городскую стражу нам стоит заглянуть? Или не стоит? Слушайте, стоит. По-моему, с городской стражей очень скоро что-то случится. Сразу алибарды по башке. Но там, по-моему, так примерно и будет по итогу. Ну, вообще-то у меня у варвара 14 интеллекта. Если что. Надо же быть хоть кто-то, кого ты можешь туда отправить, лейтенант. Во-первых, кто первым решил сопротивляться этим громилам, заслуживая от нашей защиты. Инспектор, вы знаете, сколько у меня людей? Вам также известно о моих попытках борьбы с предателями. Я могу отправить стражников в лавку этого торговца, но тогда нам придется отложить проведение зачистки в северных доках. Думаю, вы согласитесь со мной, что в этой операции должно принимать участие как можно больше людей. При последнем голосовании совет нам никаких поблажек не дал. Верно, лейтенант? Придется нам управляться с тем, что мы имеем. Хорошо, отложи зачистку. Отправь людей к торговцу, остальных отправь в патрон. Мои люди видели, как ты беседовал с Калебом. Друзья, Калебом не стоит общаться, обращаться в городскую стражу. Это не самое умное решение. Но я же варвар. Мне можно. Бредлензума. Я советую тебе держаться подальше от Калеба его дружков, если ты не хочешь надолго поселиться в холодной камере. Все, он не будет больше с нами разговаривать. Ну и ладно. Нет, так нет. Мне очень-то и хотелось, знаете ли. Через 10-15 дней. Вообще-то максимум через 10. Ну, у меня варвар Барт. Да, он умный. Варвар не тупой. Кстати. Забыл песенку свою спеть. Вот. Варвар-то еще и петь умеет. Зря ты в город вернулась, Нишка. Неужели ты думала, что мы тебя не отыщем? Нет, но меня удивляет, как много времени у вас на это ушло. Ну, кто на этот раз свои деньги на тебя тратит, Беннон? Что, у тебя какие-то претензии есть? Говори со мной. Ага. Ты, Беннон, наверное, думаешь, что я так и вернулась одна, без поддержки? Ну? Гагарин, Блада. А я все еще жду ответа на вопрос. Раз уж тебе не хватило мозгов привезти сюда еще кого-нибудь, так скажи, кто тебя послал. У Лейлдона с тобой старые счеты, рогатая девчонка. А за твои рожки он даже цену поднял. Слушайте, все неравнодушны к ее рожкам. Даже я. Слушай, найди себе другой заказ, этот тебе не выполнить. Ну, что делать будешь, Беннон? Беги! Или позволь мне снять с плеч твою пустую башку! Болтать ты умеешь! Вот только удача от тебя отвернулась! Я отправлю тебя обратно в девять кругов ада, где обитают твари вроде тебя! Но-но! Дом там, где сердце. А я останусь в Невервинтере. Дом там, где ты умеешь! Дом там, где ты умеешь! Похоже, Лейлда нас ждут новое разочарование. Как было весело! Вот это развлечение! Устроили большую драку, а кровь в жилах так и закипела. Все вместе. Я сожалею, что их так ненадолго хватило. Потому что двуручники. Потому что два двуручника. Значит, Лейлдан не твой друг, да? Лейлдан так и не может смириться с тем, что в Невервинтере он лишь второй лучший вор. По-моему, он все это принимает слишком близко к сердцу. Что он слишком близко к сердцу воспринял? Ну, около года назад мы с Лейлданом провернули одно дельце. Большой куш тогда сорвали. Жаль, тебя там не было. Я была великолепна. Значит, мы возвращаемся в свою нору, делим добычу, и вот тут старина Лейлдан начинает требовать увеличения своей доли. Как моя пушка тут светится, а? Если ты не знаешь ни маршрутов патрулирования стражников, ни то, что в хранилище установлены ловушки. Да если бы не я, он бы и входную дверь не открыл. Какая у меня большая, Ребарда. И почему он хочет тебя убить? Ну, так или иначе, Лейлдан требует себе доли побольше. И эту часть своего плана он хорошо разработал. Нанял Беннана и его парней, чтобы я уж точно согласилась. Ну, шансов у меня было немного. Я, знаешь ли, особо деликатная. Ну, мы с Лейлданом немного поспорили, но выиграть я все равно не могла. Поэтому пришлось мне оттуда убраться, пока Беннан не разнервничался. Хуже того, они не просто мою долю отняли, а отобрали все мои вещи. Знаешь, мне не до споров тогда было. Тебя обокрали, теперь хотят убить. Странно это все. О, ну я же не могла оставить все как есть. Ведь это я лучшая из лучших. Лейлдан неплох, иногда ему везет, но он даже факел мне нести не достоин. Поэтому я залезла в его дом, украла всю добычу, до последнего медика, и оставила ему записку, в которой рассказала, как обошла все его ловушки. Я не всю добычу забрала, даже самые ценные вещи там оставила. Но Лейлдан, наверное, все равно их уже продал. Жаль. Но получила я тогда куда больше, чем свою долю. Ну знаешь, как это бывает. Пара монет на то, пара монет на это. Все это накапливается. В моей работе есть свои издержки. Ну что ж, надеюсь тебе... О, спасибо. Знаешь, то, что я позволила тебе шляться, еще раз пытается убить. На самом деле было верным решением. Ты и правда очень помогаешь. Да, я такой. Оскорбляешь меня гораздо меньше, чем остальные. В следующий раз, перед тем, как прибегать к защите нашего лидера, тебе стоит рассказать нам, что есть люди, которые за тобой охотятся. И похоже, у них есть на это причины. Только не надо все с ног на голову переворачивать. Вот наш лидер так не думает. А ведь именно он мне помогает. А ты просто рядом болтаешься. Так? Насчет этого беспорядка... Думаю, у стража уберет трупы. Ну или дождь хлынет. Пойдем отсюда. Это ж какой должен быть дождь? Что трупы смыло. Так. Немного не туда. Реальность. Тут, кстати, периодически-то пасутся. Мешки с экспой. По ночам, насколько я помню. Есть некоторый смысл погулять по докам. У тебя сейчас вроде никого нет. Да? Чем я могу помочь? Следуйте за мной и постарайтесь не отставать. Огненный дождь. Ну так-то да. Так-то да. С огненным дождем все вопросы решатся сразу. Но она мне как-то в сердце запала. И в душу тоже. Этот хвост и тирога. Как тут можно устоять? Нет, у нас нет мага пока, который умеет колдовать. Огненный дождь. Но мы им обзаведемся в скором времени. По-моему, в очень скором времени. Не многие входят в мой дом и выходят отсюда живыми. Ты еще жив только потому, что об этом попросил Калеб. Но не надейся, что его слово много для меня значит. Тебе стоит убедить меня, что я могу доверять тебе. И сделать это быстро. Слушай, а мне нужно в квартал Черного озера. Ты хочешь стать знатным человеком? Тебе не повезло. Все дороги в Черное озеро перекрыты. Я не собираюсь помогать тебе туда попасть. Может мы окажем друг другу услугу? Как-нибудь договоримся, женщина? А что ты можешь предложить нам? Лично мне кажется, что ничего. Я мог бы работать на тебя. Ты хочешь работу, да? Я слышал, как ты обходишься с падалью, которая смеет вставать у тебя на пути. Мне это понравилось. Мне нужны такие храбрецы, как ты. Стражи слаба. Им нужно напомнить, что он на самом деле управляет этим кварталом. Точно. Им неприятно это слышать. Стражи это просто анекдот. Они совершенно беспомощны. Если убить парочку, то никто ее не вспомнит о них. Я люблю порядок. Это значит, что у квартала должен быть правитель. Я. Ты хочешь править всем кварталом? Его необходимо контролировать. У Найвервинтера есть враги, которые так и ждут, что мы дадим слабину. И стражи с серыми плащами их не остановят. В прошлом они уже нас подводили. Я была здесь, когда город потрошили лусканцы и косила чума. В конце концов, Найвервинтера спасли наемники и эти искатели приключений. Да валить! Блин, мы на нее работать пришли, а не валить. Валить мы будем стражников. Все, кто пережил те времена, потерял что-то или кого-то, я не собираюсь в следующий раз понадеяться на чужаков. Я сама могу прямо сейчас что-то сделать. Ну и как я смогу помочь? Сейчас мы держим доки в кулаке. Но этот кулак нужно сжимать, иначе от него столько же пульса, как от Эдиктов Нашера. Другие банды все время пытаются занять нашу территорию. И мне всегда могут пригодиться новые стражники, которые готовы подчиниться мне, а не своим сержантам. Так чем я могу помочь? Сначала мы должны увидеть, на что ты способен, разве не так? Ты зачистишь все доки. Обойди все посты стражи, подкупи всех согласных, а с остальными разберись. Что-то других воров и банд. Если сможешь заставить их к нам присоединиться, сделай это. А если нет, передай мое послание. Мы контролируем доки. Если хотите делать дело, говорите с нами. Все ясно. Изи вообще, еще что-нибудь. Кое-кто полагает, что мы правим доками с помощью угроз и убеждения. Это не так. Я верю только в страх. Страх, подкрепленный болью. Приступай. Возвращайся, когда зачистка будет закончена. И мы посмотрим, как у тебя получилось. А теперь иди. Убедить тех, кто убеждается, всех остальных на алибарду насадить. Который может шайку размотать, служит ей. Но подразумеваться, что там бандиты просто штабелями уложены в каждом, не знаю, там, шкафу по 10 бандитов. И стоит только нам напасть, как они сразу повылазят отовсюду. И мы ничего не сможем с этим сделать. Типа. Наверное. Тут какие-то жирные мужики уже пошли сюда, они умирают. Нишка, а ты где была? Где была, Нишка? Я слушаю. Слушай. Побой-ка ты медведем. Так от тебя будет чуть больше пользы. Сержант, мы же хотим от тебя того же самого, что и другие в доках. Просто, чтобы ты проявил благоразумие, вот и все. Мы предлагаем тебе гораздо больше, чем это отребье в доках. И все за то, чтобы просто немного пораньше уйти со своей смены. Не думаю, что ты понимаешь, сколько у меня может быть из-за этого проблем. С варами в доках лучше не ссориться. Поэтому мы так много и предлагаем, сержант. Ведь раньше ты так уже делал. Какая разница, кто платит? Что тут происходит? Кто это? Проходи, тебя это не касается. В доках нам принадлежит все, включая стражу. Что? Поверь мне, я ни на что не соглашался. Значит, ты из той банды, которая заявляет, что в доках главное. Возможно, сначала нам нужно было обратиться к вам. Но ты этого не сделал. И это было ошибкой. Слушай, я их деньги никогда не брал. И свой долг выполняю честно. Деньги буду забирать я, а не ты, сержант. Отправляйтесь вы все в девять кругов ада. На этот раз я глаза закрывать не стану. А вы, лусканцы, забирайте свое золото и отправляйтесь сегодня же ночью. Иначе отправлю вас в ваш вонючий город в гробах. Это крайне неутешительно. Уверяю тебя, в нужное время на этом посту у тебя и твоих людей не будет. Убить их всех и избавиться от улик. Все пошло не так, как мы задумывали. Но куда приятнее будет насадить эту падаль Невервинтера на наши клинки. Магичка еще не сейчас. Чуть позже появится. Добрый вечер. В сборке с ХП-версия с бонусом от отдыха. Ну, конечно, он там по дефолту включен. Он там всегда есть. Если только ты его сам не выключил. Не-а-а! Нет! Вообще мне, наверное, стоит просто нишкой управлять только одной. Эти двое на автомате и так всех убивают. Война едва закончилась, и лусканцы опять готовы ее затеять. Я подумал, раз у лусканцев проблемы с Руафимом, то хоть от нашего города они будут держаться подальше. Но, увы, они пробивают в гавань, как крысы, бегущие с тонущего корабля. Я раз что-то нас выручил. Ты станешь рассказывать Муару о том, о чем мы тут перед боем долговали, правда? Типа не станешь? Ну, если заплатишь, значит, хочешь пустить мне кровь за то золото, которое ты сам не даешь, чтобы я закрывал глаза на ваши делишки. Ну, от меня ты ничего не получишь. Вам нужно, чтобы я на вас работал. А когда твоя хозяйка узнает, что ты попытался расторгнуть наше деловое соглашение, за твою шкуру и двух медиков не дадут. Тогда нужно тебя убить, так будет безопаснее. Да, провали себя на все в девять кругов ада. Давай, вперед, хватит с меня ваших коловорезов в доках. Всех убить. Сейчас покинуем. До убийства Калеба появилась. Ну, пока-то она мне не очень нужна. Скажем, прямо. Ну, кто хочет драки? Подходите. Да. Магичка, конечно, крутая, но ее фаербол и огненные дожди. С одной стороны круто, с другой стороны... По лицу же прилетает своим. Достаточно больно. Присесть. Присесть на чуть-чуть. Ну, а что с ним не так? Что с ним не так? Сразу волшебнику в таблетки. Что с ним не так? какой-то фит, то можно бэкстэбы в лицо прописывать. 700 армора, он мне силовым ударом свои кувалды убивает. Пока что странно. У тебя 130 хп. 130. Чего ты ожидал? И что, что у тебя 700 армора? Там как бы булава, которая армор пробивает. Ну ты посчитай сам, сколько там пробития булавы в одноручной, я не помню. Не 50, но допустим 30, да? Условно говоря, у него наверняка 3 перка в булаву вкинуты. То есть у него где-то пробивание брони процентов 60. Соответственно, от твоих 700 армора остается там 200-300. Плюс наверняка у него там блин, не знаю, много здоровья, которое раскачивает ему урон с булавы. И перки, опять же, в одноручном оружии. То есть тебе там прилетает 200 урона. Чего ты ожидал? Если бы он с мечом бегал, еще другое дело. Да. Тебя и в Дейдрике двуручной кувалдой могут ваншотнуть. Чего надо? Я вижу, тебе скучно. Ага, как всегда. Тебе чего нужно? Мне не смогли заплатить столько, чтобы я согласился стоять на страже. Да? Ну, по правде говоря, нам не доплачивают, но в дворфейских запасах не так много золота, чтобы служба быстро шла. Возможно, я помогу помочь тебе все утрясти. Что ты предлагаешь? Ничего не обещаю, но если предложишь, я тебя выслушаю. Просто немного золота, чтобы жизнь стала легче. За хорошую плату кто угодно глухим и слепым станет. Как и у всех, у меня есть своя цена. А если вы, воры, не заплатите мне еще, то к утру будете в цепях. Соглашайся, или ты труп. Да что ж такое-то, е-мое! Что ж такое-то? Да, сейчас было так капристом поиграть. А не варварам. Да, по-моему, кто-то тут вздумал стража угрожать, и пора его убить. Харизму прокачивать. Привет. Ну, я знаю, играл. И на стриме играл. Было дело. Обратите внимание, опять нет Чикаги, который больше всех просил Номер Винтера. На каждом стриме просил. На каждом стриме просил, чтобы не смотреть. Будем слушать после этого Чикаго. Кстати, магичка-то вот она, по-моему. Вот она, магичка. Дамы-дамы, прошу вас, здесь не из-за чего так горячиться. Горячиться? Да я еще даже не разогрелась как следует. Способность контролировать свои заклинания, Карам, это признак дисциплинированности. А вот с этим у тебя всегда были трудности. Здесь нет инструкторов, которые тебя прикроют. Давай, спали всю эту улицу вместе с таверной. И ты никогда не сможешь вернуться в Академию, да и в Невер Винтер тоже. А вы вообразили, что я хочу еще один год провести в этой тюрьме вместе с такими заносчивыми ведьмами, как вы? Ты права. Твое место здесь, в доках. Торговать собой за медики. Да. Налейте мне кружку, скоро будет весело. И что я такого сделал? Провалиться мне через девять кругов ада, чтобы заслужить та... О, слава богам. Хоть кто-то пришел. Сделай что-нибудь, а то эти дамочки скоро начнут швыряться заклятиями у стен моего заведения. А лучше б швырялись в грязи. Кай. Делай что хочешь, только поскорее. Если они возьмутся за свое, то из гавани воды натаскать не успеют, чтобы все тут потушить. Хета, тут из доков головорезы пришли. Дружки твои, Кара. Пришли тебя выручать, чтобы вас в пепел превратить. Мне ничьей помощи не требуется. Давайте, начинайте уже драться. Давно я фейерверков не видел. Мы сами этого хотим. Кара нам угрожала. И мы больше этого терпеть не будем. Да. Если Кара думает, что она лучше нас, то пускай она нам это докажет. Только инструкторов из академии тут нет. Некому будет нас остановить. Инструкторов? Да, они меня никогда и не останавливали. Вы сами все время к ним убегали. Вы, а не я. Я все-все слышала, что вы про меня говорили. Все время у меня за спиной шепчетесь, злорадствуйте. А все потому, что у вас на самое ерундовое заклятие три часа уйдет. Думаешь поджигать конюшню, когда заклятие творишь лучше? А, Кара? Я практикую самоконтроль, а не показуху. Да. Хета просто аккуратна в своих занятиях. А ты, Кара, представляешь опасность. Если бы ты знала, какая я на самом деле опасная, то не стала бы так далеко заходить. Единственный способ решить эту проблему – насилие. Давай, вперед, вперед, женщины. С удовольствием. Надеюсь, девочки, у вас есть знакомый жрец. Стой, стой, Боба. Ну? Не нужна мне была твоя помощь. Эти маги свое бы получили. Ну, сорян. Мастерство дубляжа, да? Да. Может и так, но только не передадай таверной, я тут живу. Эти знатные маги-недоучки просто мне завидуют. Они никак не могут смириться с тем фактом, что у меня в мизинце больше энергии, чем они могут за день призвать. Они все свое время проводят за своими фолиантами. Пытаются всю магию по полочкам разложить. А это же пустая трата времени. Магия просто есть. И либо ты ее понимаешь, либо нет. Это врожденное. Так что за идея не пошли тебе на пользу. Ну, все дело в том, что больше меня в Академии не увидят. Я ее бросила. Ну, это типичные женские разборки, Санна. После того, как конюшню сожгла. Нужно тебе было об этом подумать, прежде чем драку затевать у фляги. А еще вспомни о том ущербе, который ты причинила до того, как они тут оказались. Да у вас тропила из такого дерева, которое вмиг загорается. Блин, мастер Сайс. За это, конечно, извините. Извините? Ну, знаешь, я ни извинений прошу. Ты мне за все заплатишь, как миленькая. И за погубленный бизнес, и за то, что репутацию мою запятнала, и за то, что я и мои посетители тут страху за свои жизни натерпелись. Что? Я ни на кого из вас работать не буду. Никогда. Что, слишком для нас хороша? Да. А теперь прочь с дороги. Я не буду ни за что платить. Нет, девка, будешь. Будешь. Или богами клянусь. Ты меня таким узнаешь, каким еще ни разу не видела. Я страшен в гневе. Да, если ты откажешься, то тогда придется признать, что те девчонки были правы. Не хочешь же ты согласиться с тем, что у тебя нет ни самообладания, ни выдержки, ни чувства ответственности, которое есть у них? Да я и сомневаюсь, что тебя обратно в академию пустят. Я думаю, ты нам пригодишься. Хочешь, чтобы я тебе помогла? Хорошо. Но предупреждаю, ты со мной не совладаешь. Но если хочешь взять дьявола за рога, отлично. У меня уже есть одна. Теперь будет две. Видимо. Кольцо защиты плюс один. У меня такое уже есть. Да гному отдать. Дворфу. Видимо, пора нам попрощаться с нашей... Что тебе нужно? ...женщиной-друидом. Пора взять двух дьяволов в команду. Хе, и ты называешь это оскорблением, рогатая девчонка? Да жрица деревьев и та бы чего-нибудь получше придумала. Рогатая девчонка? Вот такого я еще ни разу не слышала. Пенек. Ты даже не стараешься. Это не оскорбление, это прозвище. Мы, айронфисты, детей своих пеньками называем. Ты, тощая коза. Тощая коза? Да в этом даже смысла никакого нет. Пей дальше, обрубок. Хоть это у тебя хорошо получается. Обрубок. Любители. Любители? О, Келгар, ты посмотри. Принцесса на горошине думает, что она сможет нас уделать. По мне, так это пустое бахвальство. Студентки-неудачницы из академии. Да вы двое не узнали бы, что такое оскорбление, даже если бы оно подошло и покусало вас. Ну? Так почему бы тебе нам не показать, как это надо делать? Огневолосая. Оригинально и язвительно, а воображение не на грош. Неужели это лучшее, на что способна демон-полукровка? А, хвост вместо мозгов? У меня мозги не в хвосте. Значит, недалеко? Может, тебе приспустить штаны немного? Я смотрю, мозги у тебя хоть и с дыркой. До воздуха им всё равно не хватает. Ну-ка, объясни. Ну, она сказала, что у тебя мозги недалеко от хвоста. А это подразумевает, что они у тебя там, на чём ты сидишь. И то, что ты дышишь прямо. Ладно, ладно, поняла уже. Маленькая ведьма. Ну, не переживай. Раз мне пришлось объяснять, значит, оскорблений не удалось. А за попытку я тебе налью кружку, твоё высочество. Насколько я помню, во фляге никогда ещё не было такой хорошей прислуги. Ага, с тех пор, как твою маму отсюда вышвырнули. Так вот, маму мою не трогай. Ты последи за своим языком поганым, тупоголовая девчонка. Нет, я тебе кое-что расскажу про доблесть и мужское достоинство айронфистов. Ага, про две самые маленькие вещи во всём Файруне. Мне рассказывали, что от тебя, Калгар, ни одна женщина про мужское достоинство айронфистов так и не узнала. Чего? Будь уверена, о мужском достоинстве айронфистов уйма женщин знает. Уйма! Просто они все живут в Уотердипе. А так бы они тебе рассказали. Калгар, успокойся. Успокойся? Я не потерплю таких слов от какой-то недоношки и девчонки, которая даже таверну для хорошей драки выбрать не может. По крайней мере я в той драке кое-чему научилась. Ты, жир на пузо недомерок. А теперь, если ты закончил со мной умом мериться и совсем иссяк, то советую тебе сесть обратно в кресло и пить дальше за свою доблесть, пока с другого конца не польется. Может, я ещё потом подойду, уложу тебя в колыбельку. Жир на пузо недомерок. Да, неплохо. Заткнись, хвост, вместо мозгов. А я-то думал, что от магов совсем никакого толку нет. Дунка, налей мне ещё. Сам себе налей, дворф. Ты же ещё ни за одну кружку не заплатил. А я всё ждал. Когда ты дашь мне самому с бочонками управляться? Кому ещё налей? Некоторых дворфов вообще на поверхность выпускать не надо. На хлебник недомерок. Боже, 10 из 10 просто. Просто 10 из 10. Мне кажется, Квара победила. По-моему, она нам пригодится в команде явно. Как вы думаете? Берём. Боже, так. Пока-пока, Элана. Все за мной. Что тебе нужно? Боже. Так. И, кстати, в оригинале, по-моему, Квара зовут. А не Кара. Ну да ладно. Превен, я слышал, тебя выгнали, как и глину. Это всё из-за тебя. Мы просто защищались. Защищались? Да вы первые на меня напали. Первый, кто створит заклейтие, рухнет в лужу собственной крови. Побереги дыхание. Мы знаем, что ты сделала с нашей сестрой глиной в тонущей фляге. На кону стоит честь нашего дома, и очистить её можно только кровью. Мерзкие колдуны. Мерзкие колдуны. Что здесь происходит? Фаербол. Православный фаербол. Огненные стрелы. Это соло-таргет, по-моему. У нас есть православный фаербол. Огненная вспышка. Кстати, вокруг себя мощный огненный взрыв, носящий урон всем существам, находящимся в радиусе 15 футов от вас. Это плохо, потому что она и по нам сжарит за все боль. Одна цель плюс... Ага, кидавай кислотную стрелу. Панель заклинаний на F. Мне кажется, проще вот сюда, на быстрый слот вынести. Доспех мага. Один час на уровень. Невидимое, но силовое поле кружа цель, обеспечивая бонус доспеха, плюс 4 класса защиты. Тебя тоже. Ты нам пригодишься. А щита что делает? Щиты полные не звёздят, если на них волшебная стрела. Так, кому это и нужны? Да, в этом-то и есть некоторый минус. Сама своих перебьёт. Но вы посмотрите на радиус фаербола. Либо мне нужно всей команде собрать резист к огнё. Тогда нормально будет. И всё. Собственно. А, нет, не всё. Одна ещё выжила. Я с этим разберусь. И всего и делов. Практически не использовал. Ну так надо ж... Грамотно его использовать. А что ты умеешь? Напомни-ка мне, Квара, что ты умеешь? Ты умеешь в алхимию? Знания? Ага. Концентрация, понятно. И определение заклинаний, да? Нормально. 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 Я вспомнил, кстати, зачем алхимия нужна. Алхимия нужна, чтобы части монстров перерабатывать. На полезные эссенции. Эссенции потом использовать для крафта пушек. О, Чикаго. Только о тебе вспоминал. Ну как только. В общем, вспоминал. Такое пропустил? Такое пропустил? Там такой был рэп-баттл в таверне, а ты? Ну ты, может, и так его помнишь. Так, а нам-то нужно дособирать, да? Всех лояльных и не... А, вот еще один отряд. Колдуном. Набрал кислотных стрел, он сам ими пуляет. Ну можно набрать сплав, который в соло таргет дамажит? Ну это ж не так весело. Иногда-то нужно зауешать. Но я ему сказал, извини, но придется тебе попросить помощи у другого стражника. Мы не станем покидать свой пост. А он мне и говорит, чем я могу тебе помочь. Как тебе служба стражи? Платят мало, работа зачастую опасна. А еще вся эта политика. Не зли этого дворянина, не трогай посла, арестуй того и этого. Потому что они кого-то там в свете разозлили. И еще все стражники ждут повышений. Но все равно, думаю, жить можно. Могло быть и хуже. Я мог быть стражником в Ускане. Вот там, действительно ад. В наши дни деньги нелегко достаются, правда? Ты мне только не рассказывай. Стражи урезают жалования, чтобы оплачивать работы по реконструкции. Торговые пути на большом тракте разбиты, поэтому товаров приходится уменьшить. А еще есть ростовщики. Они даже самые мелкие и заем готовы тебе остришку рассодрать. Большинство из них просто звери. Ха, слушай, я тут ворчу. У всех нас есть свои трудности, верно? Не хочешь заработать? М-м-м? Не хочешь немного? Псс, парень, не хочешь немного заработать? Стража всегда приветствует помощь добрых жителей Невровинтера. Особенно, если это означает, что у нас в кошельках прибавится монет. И чем ты можешь помочь? Ну, я положу тебе в карман золото, а ты станешь работать на Муар. Как тебе? Муар? А на стражников охотится, как на крыс. Чего мне связываться с этой убийцей? Если хочешь жить, лучше соглашайся. Сильные слова. И все же я не дурак, чтобы от денег отказываться. Только я хочу быть уверен, что из-за этого моего поступка никто не пострадает. Да, Муар не желает никому навредить. Она просто хочет вести свои дела в спокойной обстановке. Точно тебе говорю? К бабке не ходи. Рад слышать. Люблю, когда все тихо. Так, померить шансов меньше. Хорошо, передай Муар, что мы с парнями не будем им мешать. Но еще скажу, что я хочу... Не хочу пожалеть о своем решении, если я узнаю, что из-за этого кто-то пострадал. Запомни, не нужно просто становиться ее врагом, и все будет хорошо. Значит, вот так, да? Ну что ж, по крайней мере я знаю, в чем мы с ней расходимся. Сделаю все, что смогу, но есть черта, которой я не переступлю. Лучше идти своей дорогой. Я не хочу, чтобы нас кто-нибудь видел, когда как мы разговариваем. Слушай, Келгара, у тебя... Не включен режим мощных ударов. Громила. А, я думал, что это люди Муара, ого-го. А этот свалился как подкушенный. Скорее, хватай его золота, пока никого нет. Вы, парни, серьезно попали. О, вы только посмотрите. Один из новобранцев Муар. Я так понимаю, в трущобах оборванцы никогда не переведутся. Не стоило тебе сюда приходить. Это наше золото. И той ведьме мы не подчинимся, ясно? Я сделаю из вас наглядный пример. Я твою голову... А, это твою голову Муар отправят. Вперед, парни. Парни. Два человека. Будет ли легко... Проверим, будет ли легко с ним так же просто... Будет ли с ним так же легко, как с этим последним. Недолго ему осталось. 6 за 10-то? Ну да, ну да. А что она сама будет? Не будет же она сама фаерболы кидать, правильно? Вот тебе. Вот тебе. Ха! 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 Я надеюсь, здесь маги не кидают фаерболы сами по себе. Так, здесь бесконечное лето отрубалось, лол. Беззимье. А беззимье значит что? Правильно. Бесконечное лето. Поэтому, кстати, нубас все используют запретную форму завоси. Потому что там всякие рагнаросы и теребоны. А за 10 всякие энзоты 5-7, катуны 6-6 и варьяны рины 7-7. Мощнейшее заклинание и будет? Пожалуй, не стану. Мощнейшее заклинание я сам поиспользую как-нибудь. Так, нам нужно последний отряд городской стражи найти. Кто еще к нам не присоединился? Ну, можно вот так, я не знаю. Ах, ну да, это ж разбойники. А разбойники высокий спас-бросок по реакции. Вот конкретно против разбойника все эти спылы, которые дамажат, так себе выглядят. Думаю, это можно. Вот тебе! Вот тебе! Ну, фаербол не кидаю-то, ладно. И прочие дамы тогда. Так, блин. Ты все перепутал, Турболось. Ты перепутал все игры, Турболось. Это бесконечное отсутствие зимы. А не бесконечное лето. Чем за 10? За 8 круче всего. За 8, но бас. Не за 9. И тут я такой кидаю фаербол. Как бы его только кинуть, так ловко. Тут надо начинать с фаербола. Бесконечное лето. Малигос, ну... И зеро Малигоса. Папашку. Ну бас, папашка за 8 вообще-то. Если что. Ну, если ты папашку за 9 вызываешь. Что-то нам пихать начинают. Как-то неприятно. В общем, нужно... Если я вижу врагов, то кидаю фаербол. Вот, и дальше уже все остальные подключаются. Такой план. Чем я могу помочь? Чем тебе не анимешная девочка? Ну бас. 8, 9. Ну за 8 все равно профитнее. Следуйте за мной. И постарайтесь не отставать. Все равно профитнее. Или что, по-твоему? Изера круче Теребона? Это же Теребон, лол. Так, блин. И где мы последний отряд должны найти? Ты просто начал перечислять там Изера. Малигос. Папашка внезапно. Глаза маленькие. Вот. Вот так вот. По идее, нейтральных-то она не заденет же. Папашка внезапно. Еще, наверное, можно успеть разок. Папашка внезапно. Но уже их таблет получить. Ну блин, против разбойников тут все равно такое себе. Чельф Хантовский как-то раз мне так напихал. Как примерно сейчас напихивают. Не стоит его недооценивать. Какая такса? Там вообще-то барсук был. Что тебе нужно? Мерзкие разбойники. Довольно мерзкие. Квара против них не очень хороша. Кара. Кара. Кара, Карл. Вот всякие маги. И мужики с топорами. Вот они хороши. Хорошо от фаерболов склеиваются. Особенно маги. И странно. Так, левелап, левелап, левелап. Чем мы там? Все еще последователь красного дракона. 22 силы. Акробатика, запугивание. Оценка и... Спеллкрафт. Можно, кстати, акробатику пока на десятке оставить. Прокачать спеллкрафт, чтобы получить дополнительный... Дополнительную защиту от заклинаний. На десятке оставить. Теперь я умею как дракон пыхать. Как барсук. Да когда приживала же. У каждого мага есть свой и этот приживала. Так вот, этот барсук приживала кары. Видали? У меня теперь целых две обилки. Целых две обилки. Боже, как же я хорош. Целый раз в день. Целый раз в день могу пыхать. Дыхание дракона. Начинаю с третьего уровня. Ага, 2 до 10 очков урона огнём. То есть от 10 до 20 урона. На седьмом уровне... 4 до 10. На седьмом уровне до 40 урона. На десятом уровне до 60. Бонус телосложения уменьшает урон наполовину. Смотри, один имба. Правда, грустно, что раз в день. Странно, что раз в день. Такое ограничение. Навык, так скажем, не самый полезный. А ещё и раз в день. Ещё и раз в день. Да, если пыхнуть, чудо произойдёт. Все это знают. Так, Килгар, ты, скорее всего, будешь бегать по КД просто в тяжёлом доспехе. Поэтому ловкости можно особо не повышать. Будем повышать силу. Видите, там изготовление оружия, да? Качал. Чтобы сделать оружие из Адамантида. Адамантина. Это 15. Боевое оружие ближнего боя. То есть нужно 20 очков в изготовлении оружия, чтобы сделать оружие из Адамантида. Если мы вообще будем его делать. Сейчас мы с лошадью. Пятый день в пути. Пятый день в пути. Шестой день в пути. Скоро на границу с Россией попадёт. Пока ещё где-то она на территории Германии. Где-то рядом с границей уже. Так что всё нормально с ней. Нам нужно дождаться Сэнда. Вроде он умеет. Броники изготавливать. Нам нужно докачать изготовление брони до... Соответственно... Мифрил, модификатор плюс 10. Плюс... А, фулл плейт даёт 8 защиты. То есть здесь плюс 8, 18. Нам нужно, чтобы было 18 в навыке изготовления доспихов, чтобы сделать себе фулл плейт из мифрила. Да, брал у немцев там намного, намного дешевле. Надо хрена дешевле, я бы сказал. Это мой финг. Кстати, это виденка. С тобой вроде здоровались уже или не здоровались, ладно. Так. Двуручный меч. Давай сделаем тебе... Большая фокусировка. Нет, небольшая фокусировка. Увеличение шанса критнуть. Двуручным мечом. Улучшенный критический удар. Двуручный меч. И получается теперь шанс крита 17-20, да? То есть это, по-моему, 15% шанс на крит. Довольно неплохо. Только на Twitch. Да, там ОГГ проблемы, поэтому не получается рестримить. А, ну не здоровались, ну ладно. Теперь поздоровались, значит. Так, акробатика. Обезвреживание ловушек. Даже установка ловушек мне, наверное, не нужна все-таки. Тихо, я перед... Поиск, да, поиск нужен. Поиск, обезвреживание ловушек. Наблюдательность. Да тоже наблюдательность не нужна на самом-то деле. Как и ловкость рук. Использование магических устройств. И надо... А, с другой стороны, что тебе еще качать? У нас Квара умеет в алхимию. Она там будет все распылять. Теперь можно изучить изготовление... Изготовление оружия у нас килгардом уже главный, поэтому... Изготовление ловушек особенно не нужно. Все-таки, наверное, не нужно. Ладно, фиг с ним. Давайте эти твои навыки прокачаем. Слух, установка и... Так и быть. Все остальное все-таки нет смысла брать особого. И скрытость, конечно, не нужна. Если б Килгар не знал изготовление оружия, можно было бы ей запилить. Ловушки готовить нех... А, взлом замков, лол. Давай вместо слуха. Узлом замков, конечно же. Законно. Это рандом. И это весело. Давай мы тебя обучим еще скрытному шагу. Где там вхождение в стелс? Где вообще навыки? А, ну да, прямо отсюда перетягиваются. Незаметность. Так вот. Опачки. И бесполево. Правда, это практически никогда не нужно. Практически никогда. Два раза подряд. Я пойду вперед, а ты иди за мной. Это ты такой киберспортсмен или против тебя такой киберспортсмен играл? Ну, мы, конечно же, будем качать харизму, потому что у нее все спеллы на харизме завязаны. Так, знания, концентрация, концентрация, спеллкрафт и алхимия. Знания не возьмем. Книжки, возможно, знания стоит попрокачивать или нет. Вообще можно и без знания. Есть спелл специальный. Специальный обученный спелл есть. Так, спеллы. Новый круг спелов. Бессилие, энервейшн. Спелл бесполезен. Ну, так, относительно полезен. Но он нужен для того, чтобы делать крутые пушки на вампиризм. Большая сопротивляемость. Великая невидимость. Существо цель становится невидимым. Его нельзя обнаружить при помощи обычного зрения. Однако, если он предпримет атаку, пытается применить вредоносное заклинание или существовательное враждебное действие, станет отчасти видимым. Враги смогут его обнаружить, атаковать и применить против него заклинание. Но даже в этом случае еще была 50% маскировкой. Сейчас, сейчас атакующие вот существа должны сначала проверку преодоления автоматического промаха. Так, крутой спелл. Даже если мы на танка его накинем, он выйдет из инвиза, но при этом будет еще иметь уклонение 50%. Половина ударов просто мимо пройдет. Довольно крутая штука. Не считая непосредственно самого эффекта инвиза. Уменьшение гуманоидов, но это трэш. Так что ты можешь уйти в инвиз, уже стоит того, чтобы его взять. Но как бы тут помимо инвиза еще и вот эта маскировка, которая прям огонь. Я помню в вордах андордака постоянно бегал под этим спеллом. 6 секунд за уровень всего, конечно, но все равно круто. Глубокое отчаяние. Существа пошел власть действия невидимого конуса отчаяния, впадает в глубокое уныние. Че-то приунывают. Подпадают под действие этого заклинания, а че-то приунывают. А там книжки. Порассказывал о своих случаях, но, пожалуй, не стану. У меня было. Замешательство существа, падающие под действие этого заклинания, либо атакуют случайно выбранную цель, либо движутся в произвольном направлении, либо просто стоят на месте. Массовое замешательство. Ну, так себе. Так себе. Заражение. Заражали-те. Ну, это плохо. Плохо заражали-те. Это плохо. Это такой временный дебаф, который... Лучше сразу убить цель, чем пытаться его задебафать. В большинстве случаев... Самая милая. Ну, да. Вот каменная кожа. Заклинания наделяют существу цель поглощением урона 10 адамантин. Заклинания поглощают 10 очков физического урона от оружия ближнего боя за каждый уровень заклинатия. То есть плюс 100 хп практически. Это лучший спелл, наверное, на защиту. Что случилось с Чикаго? А сколько мне всего один спелл дается? Всего один спелл. Всего один. Мне бы тут заклинания перебрать. Я бы тут кое-чего другое взял. Вместо вот... Я бы взял, например, спешку. Ускорение. Причем ускорение здесь вешается на всю пати. Просто на всю пати. А у нее его нет. И это очень жаль. Пешеход, да, лолочка, гайки. Всю свою жизнь, пешеходы. Не расстраиваюсь по этому поводу. Крик. Все существа, попавшие под действие вашего раздирающего пронзительного крика, глохнут на... И получают... Ага. Женщина, которая кричит. Ледяная буря. Попавшие под действие заклинания получают 3D6 очков дробящего урона. 2D6. Большая. Область действия. Цель огромная. Дальность большая. 6 урона от кордла. Каждый... Короче, получается 5D6. 5 на 6. То есть до 30 урона. И спас броска нет. То есть они не смогут спастись от этого с пола. Гарантированно попадет. Довольно круто. Довольно круто, да. Малая буря зарядов Исаака. Да, чародейские стрелы. Там много чародейских стрел, которые... Которых тоже нет защиты. Тоже круто. А это сфера неуязвимости, которая... От всех заклинаний 3 уровня. То есть от фаербола защищают. Если этот спел накинуть на себя, то... Можно не бояться в своих же фаерболов. Жаль только на себя. Малое пробивание заклинаний-то нам не нужно. Меньше мантия заклинаний тоже не очень. Наложить проклятие. Сейчас вот проклятие на врагов понакладывать. Основные характеристики целей силы, ловкость, целосложение, интеллект, мудрость на 3. Не складываются эффекты. Спасбросок еще есть. Ну и у нафиг. Оценка сопротивляемости. Тоже еще не время чаровать монстра. Нет, поднять нежить. Колдующие призывают слугу нежить. Тип призывания нежити выбирается случайным образом. Либо скелет воин, либо зомби воин. Зомби воин нежить 5 уровня. Нейтрально злой. 65 хп. 20 армора. Легкий щит 1д8 плюс 4. Скелет воин. 2д4 плюс 4. Боевая коса. Можно научить ее призывать кого-нибудь? А, можно научить ее превращаться в кого-нибудь? Выблетайте облик одного из следующих существ по своему выбору. Паук, меченосец, тролль. Можно бабу в тролля превращать. В бурого исполина, в горгулю или в пожирателя разума. Призывать существо. Призывать лютого вепря. Вепри это покруче нежити будет. Призрачный убийца. Создает иллюзорный образ ужаснейшего создания в мозгу. А, ну это, короче, шанс того, что сразу убьешь цель. Если сильно повезет. Но везти будет не сильно часто, так что... Заклинание лотереи. Если прокнет, то убьешь. Не прокнет, то... Снять проклятие, наверное, нет. Стена огня. Хотя проклятие вроде само по себе не проходит. Его именно нужно снимать с пылом. Заклинание создаёт завесу огня, которая носит существо, пытающим через него пройти от 2 до 6 очков урона. Слабо. Слабо. Все существа пошел власть действия этого заклинания. Впадает в панический страх, который пресекает все их разумные действия. Бегут прочь. Никого не считают своими союзниками. Получают штраф минус 2 ко всем спасброскам. Нет. Сфера звука. Сфера типа фаерболы, по-моему. Типа фаерболы, а только не фаерболы. Теневой вызов там. Теневую версию одного следующих... Нет, это слабо. Черное щупальце... Эдварда. 6 секунд за уровень. В области действия заклинания. Из-под земли появляется толстая упругая щупальца. Толстая упругая щупальца. Ммм. Каждый раунд любое существо, находящееся в этой зоне, подвергается атакам со стороны 1, 2, 4 щупальца. При этом базовым не в кадр-атаке щупальца равен 5. Цель поражается. Если результат броска атаки... Ага, кажется, равен или превысит класс защиты цели. Считается автоматическим попаданием. Угу. Каждая щупальца в случае успеха... Ага, носит урон. Усиление плюс 2. Существо должно сделать спасбросок по стойкости. И оно будет парализовано. Щупальца, которая парализует. Типа уек, которая может вырубить. Массовые, массовое оглушение. Если повезет. Что тут? Либо ледяная буря. Хермеуса. Похоже на то. Похоже на то. Чего такого уточнения? Какое уточнение? Короче, тут каменная кожа, ледяная буря и великая невидимость. Выбрать нужно что-то одно. Только что-то одно. Каменная кожа крутая. И невидимость крутая. Но и ледяная буря хороша. Ну, Исаак это, чтобы по своим не дамажить. Исаак это самый, типа, этот. Самый сейвовый вариант. 2 до 6, это 12. 3, 5. 5 до 6, до 30 урона. 5 на 6, 30, да? До 36 урона. А, упругая щупальца. Ну, чтоб ты проникся. Чтоб ты проникся, конечно же. Возьму-ка я каменную кожу. Мне кажется, это сейчас самое то. А то нам что-то в лицо начали прописывать. Опять каменная кожа не смогут этого сделать. Та-та-та-та-та-та-та-та. Наверное, сможем даже весь отряд забафать. Четыре коста. Видок у нас, правда, будет такой себе. Так вот и будем выглядеть. Да. Так. Ммм. Ммм. Но обмазаться будем только там, где-то необходимо. Чтоб постоянно в таком виде не бегать. Да, броня мага... Да. Да, броня мага. Она вроде как-то криво пересекается. И постарайтесь не отставать. Да. Криво с обычным армором пересекается. 20. Что здесь происходит? Да. Тебе, нормально. Да. Нормально стакается. Да. Джентльменная удача. Да. Ну так мы будем почти бессмертными. С броней мага и каменной кожей. Так. Короче, где там? Где там, где там ещё кто? У нас есть большой дворочный меч и практически бессмертие. Что ещё нужно для счастья? Немытого перед сном, а тут ночи. Смотри, какой у меня немытый. ГГ. И дал, какой он немытый. Ну а что, Чикаго? Нельзя давать врагам ни одного шанса. Рейлин, добрый вечер. Не хочешь гнуть на мои товары? У меня... Для тебя сегодня... Для тебя сегодня ночью будет скидка, потому что ты мне нравишься. Похоже, у тебя тут всё хорошо. Дело могло быть и получше. Я не жалуюсь. Были проблемы с поставками, но... Ну... По правде говоря, остров Руафин и Лоскан похожи снова на ножах. А из-за этого в морских торговых перевозках царит настоящий хаос. Ладно, взглянув лучше на мои товары. У меня здесь есть серебро из кормера, если ты этим интересуешься. С Алибардой. Ну, там просто Алибарда крутая слишком. Вот я с ней временно бегаю. Ты хочешь статься в своем бизнесе? Ты хочешь вложить деньги? Нужно мне над этим подумать. У меня ещё никогда не было делового партнёра. Я ненавижу споры из-за денег. Хочу сказать, что если ты стараешься торговать дальше без чужой помощи, дело может принять скверный оборот. Я понимаю. Не хочу показаться грубой, но сначала мне нужно всё это обдумать. Слушай, я хочу сказать, что за небольшую сумму могу гарантировать безопасность твоих товаров. Что ж, с твоей стороны это очень благородно. Думаю, тут много торговцев, которые воспользуются твоими услугами. Но мне в них нет необходимости. И как только тебе удалось выжить, а? Я едва уцелел, это точно. Во время войны с Лосканом я потерял всё, что у меня было. Но потом мне удалось восстановиться. Думаю, скоро я снова открою свою лавку. Ты не понимаешь, о чём я говорю, да? Ты предложил услугу, а я от неё отказалась. Разве было что-то ещё? Давай показывай, что у тебя есть уже. Сначала давай посмотрим. Что ты предлагаешь? Рукавицы... Латные рукавицы, мощь и огра. Сила плюс один. Неплохо, в общем-то. Мантия мерцающих цветов. Шаломление. Неограниченное использование. Смещение. Одно использование в день. Дорого. Нарочи защиты нам не нужны. Перчатки Жёлтой Розы у нас есть. Плащ защиты. Плюс один отклонение. А то у нас есть уже плащ Нимфы. Харизма плюс один. Это нам не поможет. Плащ Нимфы плюс два. Харизма плюс два. Вот это вот уже поинтереснее. Да просто нам нужно с ней торговать. А то мы у неё тут вытрясем всё. А потом вот не сможем купить какой-нибудь плащ Нимфы плюс два. Который очень нужен нашей Кваре. Очень нужен. И мы его возьмём. Пожалуй. Сапоги путешествий плюс один. Телосложение плюс один. Не нужно сапоги реакции. Не нужно сапоги солнечного духа. Модификатор увертливости. Классу защиты. Может использовать только монах. Но может использовать наша... Чем я могу помочь? Мишка. Но у неё тапки на ловкость. Они в любом случае круче. Телосложение плюс один. Никому не зайдёт. Что тебе нужно? Так. Мега посох. Мега посох. Слепота. Ага. Посох плюс два. Спасибо. Свитки со сполами. Пока ещё не время. У нас ещё сэнда нет. Амулет жизненной силы плюс два. Телосложение плюс два. Вот это уже поинтереснее. Но, наверное, нет. Амулет здоровья. Потеря уровней. Уменьшение характеристик. Иммунитет болезни и яду. Неплохо на самом деле. Но двенадцать тысяч. Двенадцать тысяч как-то жирно. Кольцо битвы заклинаний. Определение заклинаний плюс десять. Разве яд чары? Плюс десять, да. Плюс два к спасброскам против заклинаний. Что довольно неплохо. Но двадцать восемь тысяч карал. Кольцо пурпурного дракона. Иммунитет к яду. Яд и как-нибудь переживу. Кольцо стойкости плюс один. Стойкость нет. Спасибо. Скорбей защиты. Спасброски всех типов плюс один. Нет. Нет, 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 нет. Линзы обнаружения. Обнаружение ловушек три раза в день. Открывающий колокольчик. Это вроде штука, которая заменяет на... Которая заменяет рогу. Типа можно вскрывать замки. Но только три использования всего. Святая вода с тупкой. Пестик. Так. Вообще нужно все ингредиенты, наверное, скупать. Чтоб потом их на эссенции переработать. Пока этого делать не будем. Так, здесь уже выход, да? Нам нужно вот сюда попасть, наверное. Там где-то. Последний отряд. Который нам нужно уговорить. Блин, жаль, что они дают квару раскачать с этого... С начального уровня. Сейчас бы заклинание спешки взять. Сразу. Но на прошлом круге просто. Там какая-то хрень у нее бесполезная взята. А могла быть спешка. Могли бы быстро бегать сейпати. Чинки может помочь стража. Как смена проходит. От меня даже лап не услышишь. Хорошо, если б все ночи были такие тихие. Ты слышал про Муар? Это довольно сложно. Мы ее громилу уже давно гоняем. И каждый раз, когда мы не даем ей воплотить один замысел, взамен появляются еще штуки три. И я могу сделать так, что тихой будет каждая ночь. Храбрые слова. Ты что, колдун? Ты посмотри на меня. Я обмазан магической броней. Еще и под каменной кожей. Свитки изучать не умеют. Свитки и со свитков умеют изучать только этот волшебник. Волшебник изучает магию со свитков. А колдун только за уровни получает с полы. В этом главная разница между волшебником и колдуном. Есть кое-что гораздо проще. Золото. Да? Ты хочешь заплатить всем в квартале, чтобы они стали законопослушными гражданами? Нет, я хочу заплатить тебе, чтобы ты не приставал к людям Муар. Ты пытаешься меня подкупить? Да я тебе заодно это арестовать могу. Я не такой, как другие стражники, и свой долг выполняю. Ты же знаешь, сколько у тебя будет проблем. И у тебя, и у твоей семьи. Слушай, незачем мне угрожать. Это твои предложения. Мне не придется стражу предавать, да? Плевать мне на стражу, только Муар не предавай. Ну да, в наши дни с деньгами действительно туго. Особенно для стражника. Совет продолжает уменьшать наши жалования, чтобы направить средства на другие приоритетные задачи. Торговые издержки, восстановление после войны. И я хочу сказать, что это не будет предательством стражи. Хорошо, если у тебя есть золото, то мы придем к взаимопониманию. Только сделай так, чтобы я об этом не пожалел. Еще поймешь, что теперь твоя жизнь стала гораздо проще. Постарайся, чтобы так и дальше было. А теперь, если ты не против, разойдемся. Не хочу, чтобы нас видели. Все. Мы выполнили свою часть сделки. Мне нужно увидеть Сэнда и посмотреть, что он умеет. Мне нужно из кого-то крафтера сделать. А еще, наверное, у Сэнда стоит сразу перчатки купить, которые дают бонус к крафту. Чтоб как можно раньше скрафтить себе крутые штуки. Я слышал, а ты выполнил задание в доках. А, кроме того, меня осаждают толпы народу и умоляют принять их в банду, лишь бы больше никогда не встречаться с тобой. Мне это нравится. А что до того, как ты обошелся со стражей, думаю, впредь они будут более сговорчивыми. Давай, компенсируй мне затраченное время. Я думал, Акалиб заплатил тебе за то, что ты спас его шкуру. Ну хорошо, вот тебе награда. За целеустремленность, проявленную в проведении зачистки. А за следующее мое задание ты получишь еще больше. Видишь ли, несмотря на твои успехи в доках, стражи еще осталось несколько глупцов, которые никак не хотят примириться с действительностью. Поэтому я хочу, чтобы ты преподал им еще один орог. Сожги штаб-квартиру стражи и позабудься о том, чтобы никто не выбрался оттуда. Да изи вообще. Хорошо, мне приятно это слышать. Выбирать тебе. Но это здание должно сгореть дотла. Ну тогда я берусь за дело. Да, лучше так и сделай. Советую тебе действовать быстро. Теперь мне пора заняться своими делами. Не возвращайся, пока не выполнишь задание. Спалить городскую стражу. Блин, у нее в чемодане бабла больше валялась, чем она мне сейчас заплатила. Теперь у нее есть банда, но я могу ее отнять. Эту самую банду. К тому же, благодаря ей я могу спалить городскую стражу. А кто не мечтает спалить городскую стражу? Да все мечтают ее спалить. В конце до концов. Надо какой-нибудь мод накатить, чтобы каменная кожа не отображалась. Вот было бы здорово, да? Теперь это ассистент. Гори синим пламенем. Ага. Так просто не загорится. У меня есть факел. Я не постесняюсь его применить. Боже, какой графоний, какой графоний. Каменный мужик с факелом. Куда-то бежит. Городской стражник. Начался пожар. И вот я натыкаюсь на тебя. Придется тебя допросить. А ты попробуй. Западжег здания городской стражи. Из сопротивления при аресте. Ты же настоящий преступник. Ты станешь гораздо вежливее, когда у тебя уже в тебе будет торчать клинок. Какой-то-то слишком храбрый. Маленький портняшка. Не мешай мне делом заниматься. Олимпиец, блин. Так, еще вот это запалить, да? Без меня справились. Ну что, вроде все загорелось. Или еще надо внутри подпалить? Действительно интересно, почему он именно на меня? Я что, самый подозрительный, что ли? Подумаешь, с факелом днем, лол. В Скайриме каждый второй с факелом днем ходит. И ничего. Ничего же плохого о них не думают. Боже, мне нужно чаю сделать. Я пересох. Пересох. Храбростью тебе не занимать, как я посмотрю. Хочешь признаться в своих преступлениях? Сорян, дверью ошибся. Со временем мы соберем против тебя доказательства. Стража будет за тобой следить. Собери, собери. Боже, все горит, все полыхает. Стража, стража! Стража! Че, как она? Лучше чем-то сообщить, поговорить с сержантом. Ну, типа, сгорело. Как-то они не очень сопротивлялись, по-моему. Я бы даже сказал, совсем не сопротивлялись. Так я о том же. Ну, подумаешь, мужик каменной кожи бегает с факелом вокруг здания городской стража. Что ж вы там подозрительного, да? Да, как зон солнечный день. Ну что, женщина, все сделано. Я видела дым. И слышала, что много лояльных стражников сгорели заживо. А те, кто выжил, скоро будут стучать в мою дверь, чтобы попросить о мире и свидетельствовать свое почтение настоящей хозяйке доков. А теперь ты поможешь мне пробраться в Черное озеро? Нет, потому что мне приказали этого не делать. Я могла бы тебя оттуда провести, но мне дали прямой приказ, запрещающий нашей организации проникать в этот квартал. Ты с самого начала знала, что не в силах помочь мне, ты зря потратила мое время. Доверие завоевать нелегко. И твоей, без сомнения, эффективной зачистки недостаточно для того, чтобы я выполнил от твоей прихоти. Эксел Деври, вот тот, кто тебе нужен. Он следит за проведением наших операций. Он считает себя лидером нашей организации, потому что вложил в нас очень много средств. Хоть это и отвратительно, но я не настолько глупа, чтобы не подчиниться его приказу. Ты можешь устроить нашу встречу? Все уже готово для встречи. Твои подвиги привлекли его внимание, и он желает побеседовать с тобой. Он живет в своем чудесном доме в квартале торговцев на берегу реки. Встретимся с ним там. Я тоже должна поговорить с ним о делах, так что готовься, как считаешь нужным, но не заставляй нас ждать. Ух уж, это баба. Но нет такой функции прирезать. Я, может, и прирезал. Да, она, похоже... Это то самое слабоумие и отвага. Она не верит в то, что может случиться что-то плохое. Каменная кожа, кстати, закончилась. И барсук закончился. Чем я могу помочь? А еще я забыл то, что нужно обносить всех подряд. Опачки. Шесть золотых украл, а? 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 Как вам? Надо оружейника обнести. Может быть, мы сооружейника что-нибудь достанем. Что тебе нужно? Скорее, тут становится все холоднее, а его семья когда-нибудь все равно вернется домой. Ты хочешь открыть этот замок? Не помню, чтобы тебя этому учили. Почему нам просто не разбить окно или что-то в этом роде? Похоже, нам никто не мешает забраться. Не собирается. Что-то происходит. Э, а ты кто такой? Это тебя не касается. Муар здесь главное. Все, кто будет действовать без ее разрешения, плохо кончат. Очень плохо кончат. Постой, мы не хотим непредности. Мы просто занимаемся своим делом, понятно? Ну ладно, на улице холодает. Дверь-то эту все равно не откроешь. Я хочу пить. Да со стражей сегодня ночью у меня цапаться желания нет. Думаю, ты прав. Но если бы мне дали еще немного времени, я бы этот замок открыл. Пойдем, выпьем чего-нибудь. Даже подраться у них кишка тонка. Позор какой. Килгар, с тобой драться охотников мало. Иногда лучше немного поднажать, сказать пару ласковых и... Ты выигрываешь бой еще до его начала. А я, а я, а я могу вскрыть. Нет, не могу. Жаль. Мир идеален. Что плохого случится не может в принципе. Именно. Залезть в окна. Так сложно. Чем я могу помочь? Княжка, ты можешь помочь. Пойдем, пойдем. Ты украдешь все, что можно украсть. Какой-нибудь Робиру... Рапиру плюс восемь. Сооруженника. Кия. 27 золотых. Кармаз. Ладно, видимо, больше здесь нам делать нечего. Нет, есть чего. Нам нужно зайти к Сэнду и купить у нее перчатки, пока он к нам не присоединился. Лавка его не опустила. Что тебе нужно? Этот мой. В костюме ведра. И что, думаешь, пурсюеры, они повсюду? Прям повсюду? Здравствуй, друг. Ты снова здесь? Я не из Академии. Я ушла оттуда. Устала от занятий? Тебе повезло, что ты ушла по своей воле. Другим выбора не предлагают. Устала от занятий? Да мне не нужно было заниматься. Я уже знаю все о магии. Ах да, ты колдунья. Прирожденная. Кто этот эльф? А для торговца у него слишком острый язык. По крайней мере, ты здесь. Он спостережется. А не то я спалю его лавку. Если ты подожжешь балки, то это место будет высасывать из тебя энергию, пока ты не упадешь на пол и не забьешься в корчах. В страшных корчах. Это сифон Вантина. Если, конечно, ты читала о нем в хрониках. Я не люблю историю. И книги тоже. Тогда тебе стоит повременить с осуществлением своих угроз. Ну, чем могу помочь вам всем? Я рад за него. Тебя три нескоро. Нет, абсолютно никаких проблем. Я не люблю критиковать своих собеседников. О, пожалуйста, не останавливайся. Ты можешь говорить мне в лицо все, что угодно. Сейчас не стоит обсуждать этот вопрос. Скажу лишь, что у нас есть академические противоречия. Я недостаточно влияю на него. Показывай давай. Так. Алхимия, изготовление доспехов, ловушек и оружия. Давай мне вот эти перчатки, они мне пригодятся. Но не скоро. Но пригодятся. Эх, мифрила-то нет. Нет мифрила. Нет мифрила. Да, я думаю, что мы возьмем его в команду. Наверное, у меня будет два мага и... И кто-то еще. Правда, так не хочется отказываться ни от няшки, ни от... Да не, квара... Квара прикольная. Кара. Кара. В этом переводе кара. Так можно взять была Сэнда, Кару и... Вот няшку, либо Келгара. Да, жаль, у него ограничения там. По-моему, он школу... Призыва не знает. Это немного жаль. Слишком предсказуемо. Да ладно, забавно же. Но по сути... Сэн-то может заменить... Няшку. Ну, в смысле... Вскрытие замков. Там есть спел специальный. На вскрытие. Просто и Келгар клевый. И няшка клевая. Картал торговцев. Так, пойду я себе чайку сделаю. А то я... Говорить нормально не могу. Слишком...